Кормление для пятимесячной Фаины процедура неприятная. На груди ребенка вшита титановая пластина для иглы с катетером. Вместо грудного молока и пюре через него поступает специальная смесь. Другую пищу организм девочки не усваивает. У Фаины синдром короткой кишки. Первые симптомы появились, когда ей был один месяц. Где-то 13 сентября у нас поднялась температура. Вздулся живот. Вызвала врача на дом. Проверили, нам сказали ложиться в больницу. Целую ночь маленькую Фаину обследовали врачи и выявили кишечную непроходимость. Малышку с мамой экстренно направили в Казань. Там их ждали новые осмотры. Когда у девочки появились кровяные выделения изо рта, сделали первую операцию, а за ней еще две. После удаления длина кишечника у ребенка около 40 сантиметров, вместо положенных полутора-двух метров. После третьей операции у нас сердечко отказывало. Ну, сказали, выходите. Ну, быстренько с реанимации выходите. У нее сердечко. С сердечком плохо. Адреналин, что ли, вкололи. Ну, правильно, только операция за операцией, операция за операцией. Сейчас Оксана с дочкой находятся на домашнем наблюдении. Каждый день их посещает педиатр. По ее словам, все, что нужно ребенку сегодня – это время. С возрастом кишечник вырастает, и девочка сможет жить, как обычный ребенок. На данный момент питание ребенок нуждается в парантеральном. Но с возрастом, когда ребенок вырастет, и с возрастом кишечник тоже станет длиннее, ребенок сможет уже кушать нормальную пищу, соответствующую его возрасту. И вот это парантеральное питание и смеси не нужны будут. На специальные препараты на год для нахождения в домашних условиях нужно 1 миллион 749 тысяч 11 рублей. Собрать такую сумму семье Самсоновых, где работает один папа, не под силу. На попечении у них находится еще один ребенок. Большая часть денег уходит на питание для Фаины. Остальное отдают за ипотеку. Опа, летаем? Полетели? Половину из своей пока маленькой жизни Фаина провела в больницах. Но дома ждут и любимые игрушки, и детская кроватка. Чтобы она не оставалась пустой, мы можем помочь. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Как перевести большую сумму, можно узнать на сайте Росфонда. Да, есть люди добрые. Очень много добрых людей. Раньше я сама помогала, но когда есть возможность, много очень добрых людей они помогут, я знаю. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов. Новости Гавостока.